МОСУЛ МОСУЛ, 12 мая, РИА Новости, Рафаэль Даминов Сотни тысяч жителей иракского МОСУЛа, освобожденного около года назад от террористической группировки «Исламское государство», которая объявила город своей столицей, приняли участие в прошедших в субботу выборах в парламент страны. Улицы МОСУЛа, где еще не так давно разрывались снаряды и шли ожесточенные бои, пестрят плакатами, с которых на прохожих глядят многочисленные кандидаты в парламент, политическая реклама и полная площадь, на которой фанатики устраивали публичные казни и вели агитацию. У одной из школ в районе Азухур, переоборудованной в этот день в избирательный центр, сотни человек. Женщины и мужчины стоят в очереди, чтобы проголосовать за своего кандидата. Перед входом на участок людей тщательно обыскивают военные, ведь радикалы обещали испортить эти выборы терактами. Однако жители МОСУЛа, повидавших за три года оккупации и их многое, сейчас вряд ли чем-то можно запугать. Пришел на выборы, потому что хочу, чтобы наш город вновь стал безопасным, чтобы поскорее начали восстанавливать дома, эмоционально заявил РИА Новости 65-летний местный житель по имени Таха Ахмед. Внутри школы расположились сразу 10 избирательных пунктов, у каждого из которых толпятся люди. Как рассказал РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии, помимо жителей района Азухур, здесь голосуют мосульцы западной, наиболее пострадавшей части города, а также горожане, временно проживающие в лагерях для беженцев. Почти 2 миллиона жителей МОСУЛа получили право принять участие в голосовании. Таких центров для голосования, как этот, в городе свыше 140, сказал глава комиссии Ахмед Абдельхади, в бедах, свалившихся на город в последние годы, жители МОСУЛа винят наряду с центральным правительством и местных чиновников. Власть в Багдаде, находящуюся около 15 лет в руках лидеров шиитских партий, масульцы, в подавляющем большинстве сунниты, обвиняют в проведении несправедливой конфессиональной политики. Она, по их словам, и вызвала широкое недовольство суннитского населения, которым и пользовались сначала боевики из Аль-Каиды. «Террористическая организация, запрещена в РФ, а потом ЛИК, местную администрацию, горожане ругают, прежде всего, за коррупцию и неспособность договариваться с центром. Пришли на выборы, потому что устали так жить, хотим новые лица, не запачканные в коррупционных скандалах, хотим новое справедливое правительство, которое поможет нам выбраться из этого положения, хотим начать новую жизнь», рассказала корреспонденту РИА Новости женщина по имени Дунья. По данным Высшей независимой избирательной комиссии РАКа, принять участие в выборе новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест. Победивший на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие 4 года. По мнению большинства опрошенных корреспондентом РИА Новости иракских экспертов, наибольший шанс сформировать следующее правительство страны имеет один из двух избирательных блоков – «Коалиция Наср», «Коалиция Победы» и «Альянс ФАТХ», «Альянс Завоевания». Первый блок возглавляет премьер-министр Ирака Хайдер Алябади. В него также входят и другие видные деятели шиитской партии «Исламский призыв». В списке Наср один из самых влиятельных политиков сунницкой общины страны и экс-министр обороны Халет Алябади. Считается, что его присутствие в этом блоке принесет коалиции голоса большинства жителей сунницких районов страны, в особенности провинции Най-Нава, административным центром которой является город Мосул. СИСАК Альянс ФАТХ возглавляет популярный среди шиитов экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении Аль-Хаштас Шаби отряда Батор. В объединение также входят представители влиятельного среди шиитской общины страны Высшего Исламского Совета Ирака и другие небольшие политические партии. Лидеры обоих блоков в ходе предвыборной гонки ставили себе в заслугу победу над ИК. Также высокие шансы на значительное количество мест в парламенте, по мнению наблюдателей, у блока государства закона, возглавляемого бывшим премьером страны, а ныне вице-президентом Нури Аль-Малики, террористическая группировка, запрещенная в России.